Здравствуйте! Я знаю, что перерыв был небольшим. Может быть, кто-то даже не успел вернуться. Прошу прощения, что мы так мало вам дали времени. Но вот мы здесь и мы начинаем. Мы будем говорить о будущем цифрового управления. Замечательная такая вещь о будущем заключается в том, что мы не знаем, что в нем произойдет. С этого мы и начнем. Мы всю эту неделю слушаем доклады, мы видим статьи, читаем разные предложения, идеи о том, как может выглядеть новый механизм и глобальный цифровой контракт, и новые какие-то цифровые формы, новые глобальные механизмы. И мы в связи с этим задаем себе вопрос, а что не так с IGF? И часть этого вопроса содержит в себе ответ. Существуют разрывы, существуют недостатки. И люди как раз, когда предлагают идеи на будущее, то они подчеркивают, что не так с настоящим. А раз есть разрыв, то он должен закрыться. Есть разные важные разрывы. И вот уже 18 лет существует IGF, и все еще есть разрывы. И мы, я, стали рассматривать кое-какие моменты. Вот мы уже 18 лет работаем. Мы вновь-вновь, мы вот-вот выйдем в новый сезон, так сказать. Что мы можем сделать для будущего? Мы здесь собрались, чтобы поговорить о будущем. О будущем управления интернетом, цифровым управлением. И мы начали думать, есть ли процесс, который был начат так давно, многообещающий процесс. Есть ли этот процесс хорошо сформирован, много работы и денег потребовалось на то, чтобы его запустить. Что-то полезное он сделал. И вот мы говорим о новом форуме. Поверьте мне, он тоже потребует много работы. Я наблюдала за жизнью IGF с самого начала, с тех пор, когда появилась рабочая группа по управлению интернетом. Затем он разрастался. Я была в секретариате с честью для себя. Я была в руководящей группе. Я с удовольствием исполняла всю эту работу, играла все эти роли. Один из вопросов заключается в том, что же это за разрывы. Это действительно разрывы. И может ли IGF эти разрывы закрыть, при этом не начиная процесс заново, сопряженными с этим расходами и со всеми усилиями, которые потребуются для этого. Да, существует ряд вопросов, которые всегда были. И вчера мы слышали все эти вопросы. Мы говорили с нашими экспертами, обсуждали тунисскую повестку дня. Мы думали о том, что еще необходимо сделать, как можно эти разрывы закрыть. И если IGF может это сделать, то почему бы и нет. Так что фактически мы здесь ведем диалог между собой, с вами о том, как мы можем эти разрывы рассмотреть. Что мы можем сделать на самом деле, чтобы решить проблему существования этих разрывов. На этом я передаю слово своему соведущему для продолжения. Спасибо. Здравствуйте, уважаемые ораторы. Здравствуйте, все присутствующие. Не думаете ли вы, что может быть все здесь немного запутались? Вот это вот все, все эти движения, все эти форумы, посвященные цифровым технологиям. Я думаю, что это всех уже запутало. Я думаю, что сегодня уже четвертый день IGF, если мы считаем с воскресенья, с дня номер ноль. Интересно, что некоторые еще больше запутались. Кто-то уже иначе задает вопросы, иначе смотрит на некоторые вопросы повестки, чем в первые дни форума. Но давайте помнить, что сегодня все, что касается цифровых вопросов, находится под микроскопом, находится в центре любой международной повестки. Поэтому сегодня мы говорим в том числе и об искусственном интеллекте. В ходе IGF много сессий было посвящено вопросам искусственного интеллекта. И я хочу сказать, что эволюция технологий, новый подход развития таких новых технологий, в том числе прорывных технологий, веб-3.0, централизация, необходимость лучшей универсальной связуемости, высокоскоростной интернет, высокий уровень подключенности. Все это может расширить цифровой разрыв в странах некоторых регионов и на местном уровне. Поэтому мы можем видеть и увидим еще больше, это более явственно, что эволюция происходит на разной скорости, в разных странах, в зависимости от экономических, социальных, политических и образовательных факторов. Хочу сейчас напомнить, перед тем, как передам слово нашим ораторам, мы с моей соведущей сейчас хотим контекст создать, прежде чем передадим слово ораторам. Хочу напомнить цель ВУИО, когда собрались министры, главы государств в 2003 году, чтобы обсуждать вопросы цифрового сообщества, для того, чтобы добиться единой точки зрения, для того, чтобы построить интернет, ориентированный на развитие, где каждый мог бы получить доступ к информации, пользоваться информацией. Женевский план действий, которым согласилась ВУИО с Сенатом в 2003 году, создал 18 областей деятельности, в которых правительство, гражданское общество, частные секторы, международные организации должны работать вместе и работают сегодня вместе с тем, чтобы достичь потенциальных целей и КТ для дальнейшего развития. Тунисская повестка дня для информационного общества стала консенсусом ВУИО, принятым в день 18 ноября 2005 года в Тунисе. Это и стало созданием IGF нового структуры управления, с привлечением многих сторон для управления интернетом, с участием разных кругов частного и государственного секторов, технических и научных кругов и гражданского общества. Сегодня существуют все эти процессы, в том числе ВУИО плюс 20, в который включают в себя саммит будущего, где освещаются в том числе и цифровые вопросы, через глобальный цифровой договор и другие процессы работы на разных уровнях. Почему же IGF недостаточно хорош или он достаточно хорош? А если нет, то какие разрывы существуют? Давайте заслушаем выступление наших уважаемых докладчиков. Первым я предоставляю слово Джордану Картеру, директору по управлению интернетом и стратегии администрации домена.аю Австралии. Большое спасибо, приветствую всех. Рад принять участие в этой экспертной дискуссии. И хочу сделать от себя лично несколько замечаний, мыслей, поделиться с вами тремя основными соображениями. Во-первых, речь идет о центральном значении, которое занимает интернет в нашей ежедневной жизни. Если до 2020 года не все бы согласились с таким утверждением, то на фоне пандемии все осознали, насколько важен интернет в нашей жизни и те приложения, те услуги, с которыми мы сталкиваемся каждый день. Именно поэтому то, что мы обсуждаем, так важно. И генеральный секретарь ООН определил это как самый серьезный вопрос, который сейчас существует в мире наряду с климатическим кризисом. Далее. Интернет должен, конечно, поддерживать идею процветания человечества, построение справедливого, равноправного мира, устойчивого экономического развития. И первая мысль, она напрямую связана с заглавием данной темы. Мы не можем разделить управление интернетом и цифровое управление. Они связаны друг с другом очень тесно, переплетаются, как любые, собственно, цифровые технологии, которые полагаются на информационно-коммуникационные сети. И поэтому вопросы цифровой политики нередко отходят от чисто вопросов, касающихся интернета, но что не вызывает никаких сомнений, что необходимо предпринимать подход с вовлечением многих заинтересованных сторон. Но эти вопросы, как я уже говорил, тесно переплетены. Иначе создаться раздвоение, когда, с одной стороны, будет стратегический диалог, с другой стороны, усложняющаяся ситуация и излишнее дуплицирование ресурсов. Второе. Эффективное управление интернетом должно подразумевать подключение множественных заинтересованных сторон. Я уже сказала, центральное значение интернета для нашей жизни, для информационного общества. Именно поэтому IGF столь важен как форум. Эта структура и сфера ведения охватывает огромный спектр интересов со стороны разных сообществ. И на форуме предоставляется место представителям всех групп. Это и гражданское общество, и техническое сообщество, и научно-академические круги, и частные секторы, и, конечно же, государственные органы. Без этого мы можем просто проводить отдельные дискуссии по технологиям, по политике. Но нам нужно не это. Нам нужны механизмы управления интернетом. Ничто не может запутать и сложить работу, как излишнее дуплицирование ресурсов и усилий. Этого нужно избежать. Нет, хуже может быть что-то. Это что? Это если этот форум станет форумом, где, пожалуй, право слова имеют только государственные органы. То есть где все полномочия сконцентрированы только в одной стороне. Говоря о пробелах, о них неоднократно уже говорили, в том числе и ведущие. Я не говорю, что система управления интернета идеальна. Поднимите руку, если считаете, что система управления интернета идеальна. Нет, я не буду спрашивать, поднимает ли кто-то руки в зуме, но в зале никто руку не поднял. Мир изменился намного, начиная с нулевых. И не всегда в положительную сторону. И необходимо укреплять IGF и решать проблемы, связанные с недостатками, с пробелами. Я оглашу несколько мыслей относительно того, как это сделать. Возможно, они вызовут прения и вопросы, но тем не менее. У нас не хватает амбиции, не хватает координации, не хватает ресурсов. Что я имею в виду? По вопросу амбиций у меня нет какого-то будущего видения, каким должен быть интернет. Мы знаем, но если мы хотим интернет, к которому мы стремимся, необходимо четко прописать наши цели. Каковы наши амбиции по созданию информационного общества? Как мы можем поддержать цель устойчивого развития и благосостояния человека? Какой интернет нам нужен и как нам его построить? Для того, чтобы преодолеть этот разрыв, давайте поставим цели, чтобы у нашей системы управления интернетом был некий фокус. Возможно, необходимо будет создать новые методы работы на форуме IGF. И не подразумевается, что они заменят собой цель устойчивого развития. Это совсем не так. Второе. Нехватка координации. Сейчас управление интернетом проводится по модели дистрибьюции, когда разные части занимаются разными аспектами, а общего прочного механизма координации по сути нет. Здесь есть методы работы, которые могут прийти на помощь. В техническом сообществе мы говорим о необходимости укрепления координации, но это можно сделать и в более широком смысле. Третье. Нехватка ресурсов. Если мы задумываемся о той замечательной работе, которую проделывает декретариат IGF всего лишь с пятью сотрудниками, и если мы подумаем о масштабе всего, всей системы управления в отдельно взятой стране или на глобальном уровне, то очевидным становится, что мы, заинтересованные стороны, недостаточно усилий вкладываем в этот форум, недостаточно, чтобы обеспечить широкое участие в этом форуме, не только для того, чтобы он принес более осязаемые плоды, но также для повышения степени доверия к нему. Поэтому еще раз говорю, что нельзя разделять цифровое управление и управление интернетом. Важно соблюдать подход с привлечением многих сторон и преодолевать пробелы для того, чтобы укрепить IGF и построить такой интернет, к которому мы стремимся. Это пробелы в амбициях, координации в ресурсах. Благодарю за внимание. Спасибо, Джордан. Спасибо за ваше вступительное слово. А сейчас слово предоставляется Тухната Мияли. Рината Мияли, координатора бразильского руководящего комитета по интернету. Спасибо и приветствую всех. Я бы хотела поприветствовать моих коллег и поблагодарить IGF за приглашение принять участие в этой экспертной дискуссии. Она посвящена серьезным проблемам относительно будущего, нас как сообщества по управлению. Я опираюсь на мой опыт работы в Комитете по управлению интернетом. 20 с лишним лет работает этот Комитет. Первое. Важно посмотреть на путь, пройденный нами до сих пор. Сегодняшний интернет сильно отличается от того, каким он был 20 лет назад, когда прошла первая встреча на высшем уровне по вопросам информационного общества. Интернет проникает во все стороны жизни людей. Технически он укрепился, он более жизнестойкий и, конечно же, отличается высокой скоростью. Он является хребтом инфраструктуры для социального развития, общественного развития. Он наполняет мысли жизни людей новыми смыслами. И с расширением интернета разрастается и наше сообщество управленцев, управляющих интернетом. Сейчас мы представляем собой глобальную сеть из разных стран. Недавно прошел форум по управлению интернетом среди стран нашего региона. Он состоялся в Бразилии. Разнообразие секторов и действующих лиц на этом IGF, на который собрались 8 тысяч делегатов, как онлайн, так и оффлайн, является красноречивым свидетельством роли IGF. Кроме того, возникают и новые вызовы. Это растущая экономическая концентрация в экосистеме, эпидемия дезинформации, использование интернета для нападок на демократические процессы, использование его для передачи ненависти и недостаточной защиты детей, риски, связанные с эволюцией искусственного интеллекта. Все это выступило катализатором дискуссий на данном форуме. Поэтому в будущем мы не можем игнорировать эти вызовы, особенно с учетом растущих потребностей. необходимо не работать обособленно, потому что вопросы взаимосвязаны, и важно делать это в рамках всей экосистемы. И также растет обеспокоенность, соответственно, будущего интернета относительно обеспечения адекватного участия в принятии решений. И в этом контексте заинтересованные стороны призывают к борьбе с фрагментацией интернета, и эти темы неотделимы от других смежных проблем. Они тесно переплетены друг с другом, как говорил Джордан. Решения одних влияют на других. Поэтому важно следовать тунисской повестке дня, где как раз отражены проблемы интеграции. Нам предстоит еще много работать. Руководящие принципы, в частности, необходимо развивать. Наша роль как сообщество, управляющее интернетом, крайне важна. Наша основная обеспеченность сводится к двум аспектам. Во-первых, избежание фрагментации и расширение участия. Что мы видим в том, что происходит сегодня. Каким образом мы можем полную задействовать модель IGF, чтобы в нем проводились дискуссии, которые определяют направление общественной дискуссии, а также законотворчества. И необходимо расширить участие заинтересованных сторон, ведь это играет важнейшую роль для будущего интернета. Необходимо обеспечить гендерное разнообразие и учитывать гендерную проблематику в структуре управления. Это модель, которой мы следуем в Бразилии. Она помогает поддержать разнообразие, услышать разные точки зрения, с которыми мы сами не всегда согласны. Но когда мы выкладываем наши разногласия на стол переговоров, это дает нам возможность не только достичь консенсуса, но также оценить нашу работу и посмотреть, каким образом мы можем разрешить такие вопросы, как, например, отсутствие равенства, расширение участия и других. С нашей точки зрения IGF является и будет правильной платформой для таких дискуссий, которые результаты обсуждений помогают нам достичь желаемых результатов в области управления интернетом. Большое спасибо, Рената. А сейчас слово предоставляется Лизу, Лиз Фюр, руководителя, члена руководящей группы IGF. Приветствую всех. Прежде всего, благодарю вас за приглашение выступить в данной экспертной дискуссии. Мы говорим ли на многие темы в рамках данного IGF, инновации, связуемость, устойчивость. Но вот тема, которую мы обсуждаем здесь, во-первых, она очень своевременна. И сам вопрос поставлен очень правильно, потому что это вопрос, который сводится к тому, каково будущее нашего форума управления интернетом. Почему я говорю о своевременности? Почему временной фактор настолько важен? Вот мы уже слышали от ведущих и участников дискуссии о том, что скоро состоится всемирная встреча на высшем уровне по вопросам информационного общества. Плюс 20. Вы его плюс 20. И речь идет также о подготовке глобального цифрового договора. И здесь работа ведется под руководством генерального секторя Антонио Гутерреша. Мы также видим, что в ООН есть специальный посланник по вопросам технологии, который занимается вопросами не только технологий, но также вопросами управления интернетом. И он в силу занимаемой должности является членом нашей руководящей группы. Я работаю генеральным директором ЭТНО, это ассоциация участников телекоммуникационной отрасли. То есть я и представитель отрасли тоже. Но если мы посмотрим на IGF, то в последние пару лет здесь произошли некоторые новшества. Генеральный секретарь предоставил мандат руководящей группе. И мы выступали уже на прошлой неделе, и на этой неделе тоже будем выступать. И свои должности, полномочия мы будем выполнять, осуществлять до следующего IGF. Мы помогаем собрать воедино усилия частного сектора, государственного сектора, гражданского общества, научно-академической среды и других заинтересованных сторон. Мы работаем с соответствующими группами интересов для того, чтобы повысить осведомленность о IGF и усилить наш посыл, подкрепить его. В последнее время мы занимаемся тем, что разрабатываем некоторую рамочную структуру, интернет, который мы хотим, интернет, к которому мы стремимся. Это необходимо для обеспечения открытого, безопасного, уважающего права интернета по всему миру. Это рамочный механизм, рамочная структура. Но это не означает, что это будет процессом сверху вниз. Мы сейчас работаем над тем, чтобы эти принципы поддерживались и цели устанавливались глобальным сообществом. Поэтому мы будем проводить консультации не только с так называемым международным интернет-сообществом, но также мы будем консультироваться с глобальным сообществом, потому что сегодня пользователем интернета является буквально каждый. Далее, в рамках руководящей группы мы тоже работаем над составлением глобального цифрового договора. И те посылы, те тезисы, которые обсуждаются здесь, они определяют нашу дискуссию и на эту тему. Это крайне важно для сообщества по управлению интернетом. Вы делились с нами своими мнениями и в Одиссабебе, а также в Катовице в 2021 году. Мы, как руководящая группа, не заняли определенные позиции, наши собственные позиции по этой теме, а скорее передали результаты консенсуса, достигнутого на предыдущих ежегодных заседаниях IGF. Говоря о недостатках, о пробелах, сейчас намечается или наблюдается много разной деятельности по разным направлениям. Если мы посмотрим на то, где следует укрепить управление интернетом, то мы, как руководящая группа, должны укрепить форум в целом, потому что мы видим его как будущее в управлении интернетом. Поэтому для нас ключевым является обеспечение широкого участия и представительства. В Японии мы видим, что более 8 тысяч зарегистрировались на этот форум, то есть это участники со всего мира, как онлайн, так и оффлайн. Но ООН напоминает нам о том, что 2,6 миллиарда людей по-прежнему не имеют доступа в интернет, по-прежнему не онлайн. Поэтому мы сильно отстаем от цели устойчивого развития и от полного использования преимуществ цифровых технологий. И это получается такой замкнутый круг. Управление интернетом не является сейчас сферой видения небольшой группы людей. Сейчас управление интернетом касается всего общества. И самым большим пробелом, с моей точки зрения, является то, что нам необходимо более разнообразный состав участников. Мы не должны быть неким таким небольшой площадкой, на которой мы разговариваем сами с собой или со своими людьми. И здесь необходимо подключать не только, скажем, государственный сектор, но и банкиров, представителей здравоохранения. Ведь все эти люди используют интернет и связуемость, причем по-новому. Они не только пользуются продуктами или пользуются интернетом, но они также требуют от разработчиков создавать новое решение. Поэтому нам необходимо общаться с этими людьми в рамках форума, в рамках IGF. Кроме того, это означает расширение участия юристов. Интернет играет ключевую роль в нашей жизни. И здесь возникает ряд вопросов, начиная от безопасности до прав человека, прав работников, вопросы равенства, безопасности, охраны труда. Например, будь то покупка страхового полиса или займ в банке, который тоже можно сделать онлайн. Поэтому требуются квалифицированные юристы, адвокаты, юристы, судьи, с тем, чтобы они не только делились с нами своими знаниями и опытом, но также учились и у нас. Поэтому этих людей важно видеть у нас на форуме, на IGF. Это также означает постоянное расширение участия представителей глобального юга. Именно этой группе, как никому другому, требуется доступ к хорошему, качественному интернету. Они должны находиться в этом зале с тем, чтобы помогать формировать тот интернет, к которому мы стремимся. Как нам попасть туда, куда мы ходим? И здесь, говоря от имени себя как руководителя, не руководителя, для члена руководящей группы, я хочу сразу отметить, что необходимо четко определить ценностное предложение для групп риска, о которых я уже говорила. А это означает мощную и эффективную информационно-пропагандистскую кампанию, где бы IGF был показан миру как площадка, где эффективно обсуждается видение будущего интернета. Важно честно, откровенно говорить о сложностях и возможностях, которые предоставляет интернет и другие новые технологии. И важно укреплять модель на основе привлечения многих заинтересованных сторон. Каким образом интернет, к которому мы стремимся, может стать важным компонентом глобального цифрового договора. Я считаю, что этот договор должен опираться на IGF как на слаженный механизм мониторинга и осуществления решений, предпринятых многосторонним сообществом относительно будущего интернета. Спасибо, Лиз. Благодарю вас за то, что обрезовали контекст, включая важность управления интернетом. Взглянули на это с разных углов зрения, упомянули и банкиров, и страховые компании. Все это крайне важно. А сейчас я хочу предоставить слово предпоследнему участнику дискуссии. Это Анита Гурумурти, исполнительный директор организации IT for Change. Пожалуйста, Анита. Большое спасибо. Я хочу высказать некоторые точки зрения, которые отличаются от тех, что прозвучали в выступлении предыдущих докладчиков. Мы считаем, что кризис цифровой области является результатом неправильного управления. Как мы можем определить, улучшить ситуацию? Важно, чтобы учитывались вопросы крайнего неравенства, которое охватило мир. 20-летний обзор в УИО. Этот процесс и также подготовка глобального соглашения должно учитывать изменения, которые должны направлять сам процесс обзора в УИО плюс 20. С чего начать и что стоит учесть? Продуктивное и эффективное вовлечение в работу в УИО требует признания исторических проблем. и также существующих пробелов в управлении интернетом. Сегодняшняя геополитическая напряженность также уходит корнями в излишнюю власть, влияние больших корпораций, а также нехватку доверия в публичной сфере, неясность в области управления искусственным интеллектом. И на фоне пандемии дискуссия о публичной политике в области цифровых технологий требует несколько подходов и учетов широкой проблематики, включая изменения климата и многие другие. Итак, как нам достичь наших целей? Во-первых, мы не должны бежать на месте. В июле 2023 года генеральный секретарь заявил о основных принципах. Во-первых, это трехсторонний механизм. Во-первых, это международный форум, затем глобальная комиссия. И форум, и трехсторонний диалог вспоминает нам о миссии IGF. И здесь важно, чтобы такая комиссия не повторяла ошибки, которые совершал IGF. Затем важно, конечно же, уважать интересы общественности и принцип многообразия. Глобальная комиссия для нового, многостороннего подхода интересная идея, но при этом важно, чтобы этот процесс плюс 20, ВУИО плюс 20 выстраивался с привлечением глобального сообщества. К сожалению, самые мощные, самые влиятельные страны не согласны с таким раскладом. Далее, техническая часть должна учитывать и права человека в эпоху Homo technicus. Здесь важно обеспечить свободный, максимально свободный поток данных и гарантировать защиту личных данных. Нам требуются заново прописанные права, где бы учитывались интересы цифрового суверенитета государств, а также право на подключение, право быть забытым, право быть представленным в цифровых системах, право для рабочей среды, связанной с алгоритмами, необходимо говорить о конституционализме в плоскости искусственного интеллекта с учетом коллективных прав человечества для определения правил использования коллективных данных, а также имущественных прав на продукты мыслительной деятельности. Третье. Без ограничения власти транснациональных компаний в области цифрового мира мы не можем продвигать инновации экономическое многообразие или экологическую устойчивость, а также соблюдение прав человека. Нам нужны амбиции. Наша планета этого требует. Нам требуется реформа международных финансовых институтов и международного режима налогообложения. Необходимо перенести наш диалог к государственной цифровой экосистеме, которая позволяет всем связываться, подключаться на их условиях. Цифровое управление сегодня находится в плохой ситуации. И нам требуется эволюция правительственных институтов и механизмов, которые являлись бы адекватными для нашего цифрового сосуществования, для жизни информационного общества, которое существует в духе ценностей Женевской декларации и которое основано на принципах равенства, солидарности, толерантности, разделения ответственности и уважения природы. Мы, к сожалению, очень далеки от идеала. Можно посмотреть, насколько мы отошли от этих целей и насколько нам необходимо стремиться придерживаться этих правил и придерживаться принципов плюрализма и подключенности всех. Благодарю вас. Спасибо, Анита. Слово предоставляется последнему оратору Тиме Суто. Она представляет вопросы глобальной политики в области цивровизации в МУС. Меня зовут Тиме Суто. Я представляю Международную торговую палату. Международная торговая палата это международная организация, которая включает в себя множество членов, включая 45 миллионов компаний в 170 странах. Те из вас, кто не знаком с нами, знают, что мы были частью ВОИО. Я лично 20 лет назад еще там не работала, но я понимаю, что многие из вас, вот как, например, наша ведущая, с самого начала работают с ВОИО и видите своими глазами происшедшие изменения. Я хочу начать с того, что произошло за последние 20 лет и где мы находимся сегодня. Как уже было сказано, ВОИО создала видение, как будет функционировать информационное общество, центром которого будет человек. Был создан форум, в виде которого стало дальнейшее развитие. Форум назвали IGE. Но самое главное, что произошло, это концепция работы с привлечением многих сторон. Я лично там не была, но я слышала от многих из вас, как сложно было этого добиться, как сложно было добиться представительства неофициальных организаций, неправительственных организаций, технического сообщества, тех компаний, сколько дверей нужно было открыть и сколько переговоров нужно было провести, чтобы добиться этой репрезентативности и услышать всех голоса. Как написано в нашей общей повестке в абзаце 93, и как уже сказал генеральный секретарь ООН, все правительства и частный сектор должны объединить наши усилия и в рамках глобального цифрового договора строить будущее. Мы больше не должны стучаться в двери, потому что это наша общая цель, это приглашение нам объединиться и вместе что-то создать. Джордан спрашивал здесь идеален ли форум IGF? Нет, не идеален и идеальности не существует. Всегда есть что стремиться и что улучшать. Я думаю, что всегда можно сделать нас сильнее. Я думаю, что можно всегда подумать о разрывах, о том, что мы хотим добиться. Давайте задумаемся над тем, чем является IGF и чем он не является, для чего он был создан и как можно эффективно им пользоваться. Может ли IGF решить вопрос глобальной связуемости? Нет, не сможет, но сможет объединить работу телекоммуникационных компаний, банков, развития, технических компаний, правительства и вместе обсудив все, помочь прийти к каким-то решениям. Для этого и существует IGF. Будем ли мы прописывать технические стандарты? Нет, но мы объединим инженеров, технологов, гражданское общество, организации гражданского общества для того, чтобы именно они этим занялись, разработали стандарты, защищающие наши права, обеспечивая наш доступ и строящие наше цифровое будущее. Построим ли мы нормы, разработаем ли мы нормы для гиберпоразопасности? Нет, но мы опять же объединим тех, кто сможет этим заняться. Учредим ли мы политику в области безопасного и ответственного искусственного интеллекта? И этого мы тоже делать не будем, но мы соберем всех тех, кто сможет этим заняться и сможет такую политику разработать. Вот этим мы являемся. Мы способ собрать всех вместе. Мы платформа, мы катализатор, который может собрать всех присутствующих и помочь нам вместе прописать видение на ближайшие 20 лет. Да, разрывы есть. Не все здесь собрались. необходимых ресурсов не хватает для того, чтобы двигаться вперед. Я думаю, что это создает разрыв в информированности. Это опасно. И этот разрыв в информированности приводит к тому, что мы отстаем по каким-то из наших целей. Мы должны говорить о том, чего нам нужно достичь, что мы можем продвигать, как мы можем делиться информацией с тем, чтобы к нам примыкали все те, кто помогут сделать наши цели реальности. Те, кто нам нужен здесь, должны к нам присоединиться. Как мы можем добиться этого? Вот наши цели. Давайте говорить, давайте общаться, привлекать к нашему общему столу всех тех, кто нам необходим. Давайте делиться итогами нашего форума, давайте делиться историями успеха, ценностями. И на этой мысли я хочу завершить свое выступление. Спасибо, спасибо всем за то, что вы поделились своими точками зрения. Хочу пригласить теперь всех остальных участников, сидящих в зале, задать свои вопросы. У нас осталось 38 минут. Берите микрофон, задавайте вопросы, не забывайте представиться и комментируйте. Спасибо. Меня звать Карлос Бера, я из Эквадора, и я согласился бы с двумя основными идеями. Первое, это что необходимо нашу дискуссию обращать в основном на человека, и помнить о том, что у нас многосторонняя дискуссия. Я вот уже 25 лет принимаю участие в работе разных экспертных групп. И здесь я вижу семь участников, шесть женщин, один мужчина. Значит, что-то работает. Спасибо. Спасибо. У нас четыре микрофона. Я думаю, что мнение тоже у вас есть. Если у вас нет комментариев, если у кого-то комментарий онлайн, может быть, у кого-то из удаленных участников, а где наш модератор, который может нашим удаленным участникам помочь подключиться, нету? Ага, есть. Зачитайте, пожалуйста, вопрос от удаленного участника. Подойдите к микрофону, чтобы мы вас услышали и зачитывайте. У меня комментарии. Здесь две руки подняты в зуме. Мы их подключим или я прочитаю что-то? Я не вижу этого, поэтому да, раз рука поднята, давайте дадим им слово. Здесь есть участник по имени Аллилу. У него или у нее поднята рука? Аллилу. Слышно ли меня? Спасибо за то, что дали мне возможность задать вопрос. Я в прошлом году в Одиссабейбе уже принимала участие в АДЖЕФ. Я учился и работаю в Австралии. Область моей работы это цифровые валюты и доступ и также доверие к цифровым валютам. если у кого-то есть вопросы, можете мне их задавать. У меня у самого два вопроса. Первый, точнее, у меня даже три предложения. Первый мой вопрос, как природа интернета, интернет-технологии может быть инклюзивной на практике, если правительство запрещает и закрывает пользование некоторыми интернет-услугами. Это первое. Второе, насколько мы можем в полной мере получать доступ к технологии там, где интернет является государственной инфраструктурой, государственной экосистемой и правительство является владельцем и распорядителем того, как используется интернет и как управляется интернет в стране. Вот мои вопросы. А теперь мои предложения. У меня их три. Давайте я их прочитаю или я могу их напечатать и вы их сами прочитайте. Пожалуйста, можете сами зачитать. Хорошо. Первое, продвижение таких технологий, как блокчейн, интернет вещей, все эти технологии генерируют огромное количество данных, большой объем данных и информации. Сегодня эти данные и эта информация представляют собой богатство. Это богатство аккумулируется в развитых странах. Эти технологии осуществляют деятельность и услуги с использованием интернета. Прежде всего, организация объединенных наций и уже говорила о том, что необходимы законы по управлению интернетом. При этом ключевые причины сегодняшних сложностей с интернетом заключаются в недостатке доступа, который делается во имя свободы слова, во имя демократии, во имя универсальных прав человека и при этом ограничивая демократию, свободу, связуемости. При этом нет никакой подотчетности и нет никакого международного права, который мог бы остановить такие действия. Второе, нам необходимо проводить образовательную деятельность по вопросам кибербезопасности, связанной с использованием интернета. Мы должны обучать киберхакеров и учить их вести себя с соблюдением принципов человеческой природы, вести себя профессионально и этично с использованием естественного права. Нужно помнить, что естественное право несет в себе такие принципы, как честность, порядочность, гуманность, доброта, ответственность, подотчетность. И это касается всех людей, чем бы вы не занимались, мы все являемся глобальным сообществом. Это включает все нации, все государства. Последнее мое предложение или вопрос. Существующая сегодня система, в которой функционирует интернет, должна быть валидирована. Мы должны разбить существующий цикл, который создан сегодня в мире, который доминирует в развитых странах, и мы должны это сделать для строительства новой системы интернета, которая дала бы возможность всем значимым образом подключаться и это можно сделать при помощи IGF, при поддержке ООН, МСС и государств, членов ООН, иначе у нас нет никаких стандартных правил или рекомендаций, которые бы делали подотчетными всех акторов этого процесса. спасибо. Спасибо. Я вижу еще одного человека у микрофона в очереди и еще один удаленный участник. Давайте вначале дадим слово тому, кто в зале, потом удаленный участник задаст вопрос, а потом опять кто-то из зала. Не забывайте представляться. Спасибо за обсуждение. Спасибо за то, что предоставили мне слово. Меня звать Питер Майзек. Я советник в компании Access Now. Я хотела бы представить результаты дискуссии, которая прошла на этой неделе несколькими днями ранее, когда представители гражданского общества встретились в нулевой день на сессии, которая была посвящена глобальному цифровому контракту. У нас была очень разнообразная группа, как из удаленных участников, состоящая так и участников в зале. Мы говорили о том, насколько этот контракт репрезентативен, насколько он отвечает высоким целям, о которых нам здесь говорится. Мы выделили три области, на которые мы уделяем свое внимание. Мы говорили, во-первых, о транспарентности и синергии, а также о круге деятельности нашей работы. Давайте начнем с транспарентности и прозрачности. Мы уже много времени провели, обсуждая эту тему. Мы понимаем, что есть у нас сейчас возможность внести свой вклад в формирование глобального цифрового договора, но при этом мы еще пока не знаем, как будет выглядеть итоговый документ. Мы пока что видели в последние пару месяцев такой короткий документ, который был разработан в подготовительном процессе, который в целом не отражает всю глубину дискуссий, которые ему предшествовали. Поэтому для того, чтобы запустить процесс, основанный на участии многих сторон, подключающий рассмотрение гендерного вопроса, реагирующий на своевременно поднимаемые вопросы. Нам необходимо действительно запустить дискуссию другого уровня по вопросу цифрового договора. И я думаю, что это может происходить лично, и тогда мы можем говорить в том числе о вопросах получения ВИС, о том, как можно подключить все заинтересованные стороны к этому диалогу, все делегации со всех стран. Теперь по вопросу синергии. Мы пришли к выводу, что IGF это действительно открытый инклюзивный форум, и с каждым годом все больше таковым становится. Его не надо заменять, его не нужно дублировать каким-то другим форумом, особенно не нужно это делать где-то на глобальном севере. И теперь по кругу ведения. мы хотели бы увеличить, удвоить наши усилия по работе с техническим сообществом. Мы признаем, что управление интернетом это тема, которая выходит за рамки технических дискуссий. И мы думаем, что ключевые заинтересованные стороны действительно выдержали проверку пандемии, которую нам всем пришлось пережить, когда все ушло онлайн. И горизонтальное техническое управление тоже выдержало проверку пандемии COVID-19. Спасибо. Теперь хочу напомнить, что у нас есть Дебра Аллен, удаленный участник, и два человека у микрофонов в зале. На этом пока все. Новые вопросы мы не принимаем. Дебра, вам слово. Спасибо. за то, что предоставили мне слово. У меня несколько кратких комментариев. Вы говорите о необходимости информационной работы, обеспечения участия. Я сейчас забыла представиться. Я сейчас в Гаге. Я из Нью-Йорка. Я работаю в неправительственной организации. мы работаем с Европейским интернет-форумом вместе с организацией и с трансатлантическим партнерством. Итак, я хотела бы сказать, что тот факт, что вы в Киото, возможно, вы знакомы с веб-сайтом peacebot.org. Если не знакомы, то познакомьтесь, пройдите по этой ссылке. Это организация. Зайдите на этот сайт и посмотрите, о чем я говорю. Можно отметить, что цифровая эра не так давно началась. Она достаточно новое явление. Это молодое явление. и нам нужно продолжать строить нашу работу с учетом прав человека, с учетом продвижения мирных целей, устойчивости, работать с партнерскими организациями и частными лицами в Японии. Но этим и занимается эта организация. Но это действительно физически большой корабль. По-английски это так и называется Peace Boat, то есть корабль мира. Это и есть корабль. И вот он находится в таком круизе. И он объединяет, он находит людей, которые могут стать нашими единомышленниками в этом деле. Это, я считаю, прекрасная инициатива. Я думаю, что нам нужно больше таких инициатив запускать. Я очень хотела бы узнать больше о том, чем вы гордитесь больше всего из всего того, что вы сделали в рамках IGF. Что вы считаете своим самым важным достижением, которое действительно заслуживает того, чтобы им гордиться. И еще раз спасибо за предоставленное мне время. Спасибо. И не забывайте вопросы все ораторы. После того, как мы выслушаем еще два вопроса, не забывайте вопросы, вы сможете на них ответить чуть позже. Вопросы из зала, а потом я прочитаю вопросы от удаленных участников. Я постараюсь кратко. Я представляю альянс универсальных цифровых прав, сокращенно Одри он называется. И мы запустили 10 феминистских принципов, чтобы включить вопрос гендера в глобальный цифровой договор. Это было сделано в субботу. Один из принципов заключается в том, чтобы увеличить количество женщин-лидеров в интернет-управлении и законотворчестве, направленном на управлении интернетом. Мой вопрос заключается в том, насколько вопрос гендера освещается вами и насколько он для вас важен. Спасибо. Добавьте, пожалуйста, это к списку вопросов. Бертран, можете задавать свой вопрос. Я постараюсь быть кратким. Я один из авторов женевских принципов. я был одним из представителей в Женеве в декабре 2003 года. Один из многих авторов. Так что мой вклад там тоже есть. Я хотел бы здесь напомнить кое-что о принципах. Эти принципы были разработаны 20 лет назад. и никто эти принципы не упоминал в ходе этого форума. Вы упоминали планы действий, рамочные структуры, многие другие процессы, но может быть было бы полезно вернуться и пересмотреть принципы, и пересмотреть то, что мы делаем на предмет соответствия этим принципам, потому что сформулировать эти принципы было непросто. Вы поверить не сможете, сколько ушло времени и усилий, чтобы их разработать. Мы целую неделю эти принципы разрабатывали. И еще один комментарий, который я услышал сегодня. Нужно привлечь внимание к юридическому аспекту, к интеллектуальному аспекту нашей работы. Что ж, для юридического аспекта, хочу сказать, что тоже в декабре 2003 года в Женеве мы много обсуждали преамбулу этих принципов, и было много споров, и споры как раз заключались в том, стоит ли упоминать декларацию прав человека в этих принципах и в преамбуле к ним. И нам удалось провести открытые дебаты, и многие были против включения. Тем не менее, мы включили упоминание Всемирной декларации прав человека в Женевские принципы. И мне кажется, это прекрасный подход, который можно и сейчас рассматривать, когда мы говорим о юридическом управлении интернетом. Спасибо. Перед тем, как вы уйдете, я вас плохо вижу со сцены, у меня свет в глаза. Еще раз представьте, пожалуйста, я Винстон Робертс. 20 лет назад я был представителем Новой Зеландии на ВУИО в Женеве. Сейчас я работаю на НПО, представляю глобальный центр, сектор глобальных библиотек. Спасибо. Я читала принципы, кстати, но вы правы, действительно хорошо к ним вернуться. Бертранд, и теперь слово вам. Спасибо. Я из Торонто, я исполнительный директор по сети по разработке политики компании Шапель в Торонто. Мне очень нравится название этой сессии, будущее IGF, но мы сейчас говорим не только о будущем IGF, но и о будущем управления интернетом. И мы разделяем здесь такие понятия, как управление интернетом и управление интернета. Здесь нет идеальной экосистемы, но тем не менее эти общие цели нас объединяют. Они нас здесь вместе в этом зале сводят, сажают за один стол и дают нам возможность обсуждать то, как разные институты могут вместе работать, и в том числе на межправительственном уровне, как может организовываться наша работа. Когда мы говорим о будущем управлении интернетом, здесь есть третий уровень, когда мы говорим об интернет-управлении в цифровую эру, и когда мы говорим о цифровой эре, возвращаясь к тому, что сказал Джордан, ключевой вопрос, который стоит перед нами, каким цифровым обществом мы хотели бы быть. Не думаю, что я могу согласиться с Анитой. Я согласен, что есть фундаментальные вопросы, которые по сути являются политическими. Что такое интернет, что такое информационное общество, цифровое общество, и какое общество мы хотели бы построить. Но более конкретный вопрос, который можно обсуждать, это вопрос, который поднимал Джордан. И это скорее вопрос об обратном. Ресурсы для АДЖЕФ это, я бы сказал, вопрос достаточно лицемерный. Здесь никто не говорит о том, что ресурсы, которые доступны АДЖЕФ, это всего лишь половина ресурсов, которые доступны, например, моей организации. Это неприемлемо. При этом причина, почему вы не можете добиться большего, это, как уже упоминалось, это вопрос в том числе и координации, не только вопрос ресурсов. У нас есть динамичная коалиция, и это первый шаг к тому, что можно построить стематические сети, которые станут катализаторами в работе АДЖЕФ, и которые смогут решать вопросы один за другим с соответственными заинтересованными сторонами. Помимо динамической коалиции, которая работает, я уже говорил о вопросе амбиции. к какому цифровому обществу мы стремимся, какое общество мы хотели бы построить. И вопрос о том, какое информационное общество мы хотим построить, это, по сути, вопрос, который учитывает эволюцию коммуникаций общества, человечества, будь то языковая эволюция, эволюция печати, это то, как драматичным образом заменяется общество и фактически то, какие усилия предпринимает человек для того, чтобы лучше организовывать функционирование сообщества. И у нас сегодня стоит непростая задача организовать сосуществование семи миллиардов человек. И в заключение я хочу напомнить вам о том, о чем говорил Кофи Анан. Ну, по крайней мере, так говорят, что-то он сказал. Итак, говоря об управлении интернетом, при разработке системы необходимо быть настолько изобретательными, сколько были изобретательными люди, которые изобрели интернет. То есть, важно, конечно же, обеспечить устойчивость, но сложность заключается в том, что какова должна быть структура, сама архитектура системы управления. Вот о чем стоит задуматься в первую очередь. Спасибо. Я уже закрыла список желающих выступить. Прошу прощения. Я сейчас прочту вопросы, которые были заданы онлайн. Прошу прощения, но да, уже, к сожалению, нельзя подавать заявки на выступление. Времени осталось мало. А можно очень коротко выступить. но я уже закрыла очередь, уже отказала двоим желающим. Вопрос. По мнению руководящей группы, чем является сейчас интернет? Является ли интернет мирной средой, либо же новая линия фронта для проведения кибервойны? Нужна ли глобальная декларация, признающая интернет мирной средой? В чем заключается собственно будущее интернета? Это вопрос от Амира онлайн. А также комментарии от Сигона улубили. Прошу прощения, если неправильно произнесла имя. Пора отойти от обособленных кулуарных обсуждений в рамках АГФ конкретным действием, единым действием. АГФ должен стать действительно форумом по управлению интернетом. Многие сейчас говорят, но только говорят управление интернетом, на деле ничего не делается. И пора связать два критических элемента, то есть цифровой мир и интернет, воедино, так как люди сейчас общаются в цифровой среде не обязательно через интернет, и об этом стоит помнить. Тоже интернет и новые системы трансформируют цифровые системы, и они должны действовать только в мирных целях. Итак, пожалуйста, две минуты, даю вам возможность ответить на вопрос или отреагировать на комментарии. Пожалуйста. Спасибо. Попытаюсь. Вопросов прозвучало много. Попытаюсь ответить как минимум на три. Первый касается относительно того, как мы можем преодолеть разрывы, о которых говорилось. Сейчас по мере развития системы управления интернетом, пробелы выявляются и они преодолеваются, ведь с самого начала говорилось о том, что пробелы существуют и необходимо их преодолевать. вместо того, чтобы пить из пожарного шланга, лучше сфокусироваться на конкретной проблеме и точечно решать вопросы один за одним. Допустим, если у нас 17 целей устойчивого развития, давайте фокусом внимания каждого форума сделаем одну цель и будем смотреть, как мы можем помочь в рамках нашей сферы ведения, потому что заниматься всем вместе одновременно это просто неэффективно. Далее гендерная проблематика по мере снижения гендерного неравенства в разных мирах, на разных частях мира при этом остается гендерное неравенство и это всеобщая проблема. Чем больше людей подключаются к интернету, тем очевиднее становится гендерный разрыв. Это вопрос не стоит в обособленности от других. Важно актуализировать гендерную проблематику в основной диалог. Не то, что нам нужна специальная какая-то сессия, посвященная вопросам гендерного равенства. Эти вопросы должны органично вплестись в канву нашей работы во всем, как, например, это произошло с моделью вовлечения заинтересованных сторон. У нас уже есть, например, форум передовой практики, но по прежнему по гендерным вопросам мы отстаем. Спасибо, Анита, две минуты. Спасибо. Пара наблюдений, буквально. первое. То, что сейчас говорится, техническая часть тоже является политической. Это абсолютно верно. Любой интернационализм интернета требует также следования некой идее, что это общее благо для блага человека, которое должно опираться на какие-то принципы, на правоустанавливающие принципы. Я согласна во многом с Бертраном, но проблема, я считаю, возникает вот с такими форумами, как IGF, что здесь очень много предвзятости уже встроено в саму систему. То есть это такое понятие, как предвзятость подтверждения. Если вы общаетесь с такими людьми, как я, то у вас создаться одно мнение, но если вы будете говорить с людьми, которые говорят о другом, скорее всего, у вас мнение может поменяться. Например, когда речь идет о природных ресурсах или возьмем массивы данных, наборы данных и охрану этих данных, затем права, скажем, на данные права, кто является правовладателем информации. И многие из этих групп населения наиболее вязвимых здесь попросту не представлены. Вот сейчас мы говорим о борьбе за права на данные. Вот говорите о пандемии, так вот, данные о патогенах передавались африканскими странами ввоз по запросу, но все преимущества от, скажем, вакцин, от лекарства, от ковида, они не с такой же скоростью передавались в африканские страны, а обратно. Вот где предвзятость. Поэтому здесь важно помнить о том, что сейчас наша реальность уже стала гибридной, мы стали гомотехнику, человек технический. И если мы посмотрим на этот вопрос, то здесь есть две стороны, как у любой медали. Спасибо, Рината. Спасибо. Я бы хотела прокомментировать опять же по вопросу гендерного неравенства. Недостаточно попросту об этом говорить, конечно, это важно, и я рада, что сегодня на сцене присутствует шесть замечательных женщин, но я хочу сказать, что недостаточно просто расширить по составу участников наш форум. Здесь мое присутствие сегодня также отражает долгосрочную трансформацию двигателем, которым выступают дискуссии с вовлечением заинтересованных сторон. Это также отражает тенденции в бразильском обществе, потому что я являюсь первой женщиной-координатором руководящего комитета по управлению интернетом Бразилии с самого его создания 20 лет назад с лишним. Это отражает те сложности, с которыми мы сталкиваемся, в том, что в любых этих вопросах, говоря о будущих интернета, о управлении цифровым пространством, какой интернет мы хотим, к какому интернету мы стремимся. Иными словами, все это сводит нас к большему вопросу. Мы вынуждены отвечать на вопрос, какой мир мы хотим построить для наших детей. и здесь мы определили проблемы, поставили диагноз и, может быть, сейчас стоит заняться нахождением решений, глубоким поиском решений в том, что касается управления интернетом, вопросов, затрагивающих наше сообщество. И я считаю, что мы должны углубить дебаты, разговор относительно будущего IGF с тем, чтобы отразить те вопросы, которые сейчас являются наиболее актуальными. Необходимо углублять консультации с различными заинтересованными сторонами, с тем, чтобы обсуждать самые важные вопросы и находить решения на основе консенсуса. Благодарю за внимание. Спасибо, Лиза. Мы обсуждали много ключевых аспектов, касающихся будущего управления интернетом. Мы говорили о принципах, на которые мы опираемся, принципы прозрачности. Это важно. Также собственно суть вопроса, которые мы обсуждаем, все это важно, но при этом мы должны сохранять открытость и инклюзивность. Сложности их много. И здесь гендерная проблематика играет важную роль. Это важный вопрос. Мы также слышали о включении разных национальностей, граждан разных стран. Дальше. Финансирование секретариата. Это действительно очень маленький секретариат. Необходимо укрепить финансирование секретариата, потому что его задачи продолжают расти. Джордан говорил об амбициях. Амбиции это ключевое слово для нас. Необходимо развиваться. это наша амбиция. И здесь в руководящей группе также большой отклик нашла идея развития интернета общей идеи как человекоцентричного развития. Далее, что касается расширения участия, это тоже важно. Спасибо. Следующий, пожалуйста, Джордан. Три мысли. Я не буду стараться ответить на конкретный вопрос, просто поделюсь тремя мыслями. Во-первых, если это так важно, нам важно подкреплять это ресурсами. Что-то важное требует ресурсов. Сейчас многие поднимают вопрос о секретаре IGF, что там просто не хватает людей. И здесь чековые книжки находятся в руках правительства и возможность профинансировать секретариат IGF. Поэтому здесь необходимо улучшить ситуацию. Далее, те вопросы, которые обсуждаются, это глубокие вопросы, и здесь их тоже нужно рассматривать в более расширенном контексте. мне кажется, что иногда мы просто спешим и не углубляемся в дискуссию и уделяем достаточно внимания собственным вопросом управления интернетом. мы стараемся вместить как можно больше дискуссий на разные темы, и времени не хватает. Помимо гендерной проблематики еще есть десятки других вопросов. Но давайте посмотрим на фундамент, на чем зиждется модель управления, о которой мы говорим. третий давайте посмотрим на принципы, на которые мы опирались раньше, потому что изобретать велосипед не обязательно, иногда уже в фундаменте заложены принципы, на которых можно надстраивать дальнейшую работу. Спасибо. Мне очень понравилась симфония голосов сегодня. Я думаю, что мы могли бы целый день продолжать дискутировать в этом же ключе, но передаю вам микрофон для заключительного слова. Анна. Да, действительно, как модератор хочу резюмировать дискуссию, хотя ее можно было продолжать еще долго. Очень интересные прозвучали выступления со стороны наших экспертов, а также слушателей, участников. Эта сессия называлась как будущее цифрового управления. Мы вместе обсуждали разные вопросы, и как раз Бертранд, кажется, сказал то, о чем говорится уже на протяжении нескольких лет. Есть две вещи. Управление интернетом и управление в интернете. Это очень важная мысль. При таком раскладе гораздо проще понять, о чем идет речь. Речь идет о будущем интернета в цифровую эру. В то время, как в 90-х годах это было информационное общество, кибер и так далее, среда в 10-е годы 21-го столетия. Сейчас мы говорим о цифровом мире. Может быть, через два года возникнет что-то новое, мы назовем это новыми словами, новой эрой. Но вопрос, одно, что не будет меняться, интернет. Интернет остается, и для того, чтобы он стал по-настоящему мирной средой, а не оружием. Это наше общее дело, дело всего человечества. Давайте поаплодируем всем участникам дискуссии. Спасибо.